Я как человек рождённый в 90-е годы, к сожалению, мало задумываюсь вообще о политике, так как я человек молодого поколения, поколения Милени, и в частности о Ленине думала тоже очень мало, и для меня скорее это что-то из прошлого, некий лидер. Для меня на сегодняшний день, хотя мне уже, так сказать, много лет, 75 будет год, он в моей жизни оставил очень глубокий след. Во-первых, с самого детства, естественно, я принимался пионером, комсомолом. У меня дома библиотека 5000 книг, и его труды стоят от первого до последнего. Иногда, прочитывая некоторые мысли, действительно, они соответствуют нашей действительности многим. И неплохо бы нашим, так сказать, политикам иногда заглядывать в эти тома и смотреть на самом деле. И я воспитываю своих детей, у меня 4 дочери, 4 внучки. Они, так сказать, тоже иногда слушают, спрашивают меня, кто такой дедушка Ленин. Я им популярно чётко объясняю, что это человек, который создал нашу страну, сделал её великой державой. Мы все пор живём в той стране, которую заслужили. И я думаю, что нам нужно только позавидовать. Изменивший ход истории 20-го, ну, может быть, уже даже и 21-го века. Это диктатор, на совести которого много-много крови. Человек, разлежавший гражданскую войну. В общем, человек, который написал большое количество философских трудов. Есть очень много книг исторических, где даже говорится про то, что он был западным агентом. Я думаю, что, в общем, это в первую очередь человек, который хотел власти, который эту власть получил. И получил власть надумание, которое она длится до сих пор. Надо многим из нас. Ну, из судьбы, во всяком случае, нашей страны. У меня только хорошие, положительные вот такие воспоминания о нём. Как вот нам в школе преподавали, что он хороший, что он добрый дедушка Ленин. Про тарелки вот это вот знаменитое. Везде портреты его висели вот на стенках. В Кремль нас возили. Возили вот в Мавзолей Ленина. Я была в Мавзолей один единственный раз, когда я была там. У меня лично хорошие воспоминания. В школе учились тоже Ленина. Про Ленина было всё хорошо. Рассказывали. Точно так же ходила на хор. И как вот сейчас всё с ног на голову. Как-то вот для меня это вот неприемлемо. Как вот нас воспитывали, что он хороший, так он до сих пор у меня и хороший. Моё отношение к Ленину на сегодняшний день. Очень простое. Ленин не сделал для России ничего хорошего. Потому что чисто исторически все факты его действий, направленных на переустройство нашего общества, они все преступны. Он развязал братоубийственную войну. Он надолго очень сильно остановил экономическое развитие нашего государства. Да, понятно, что вообще в то время было смутное время, так сказать, японская война, и царствование Николая, который тоже, в общем, достаточно спорный лидер. Он утопил Россию в крови. Кроме того, он после себя оставил вот этот зиккурат. Ну, это понятно, что, может быть, это было не его решение. Тем не менее, он это сделал. Который сейчас лежит, вот у нас труп лежит по центру нашего города, по центру нашей страны, и воняет на всю страну. КОНЕЦ КОНЕЦ На мой взгляд, необходимо снести все памятники Ленину, переименовать все улицы, которые содержат в себе какую-либо Лениниану, и, конечно же, убрать струб. Но Бавзолей оставить, как музей, на память потомкам.